В свои 10 лет Михаил не просто знает, кто такой Айвазовский. Юный художник замахнулся на репродукции известного мариниста и представил их на детской выставке ко Дню Защитника Отечества. Угадывается Черное море, Брик Меркурий и Девятый вал. Я взял за основу картину Айвазовского, потому что я люблю рисовать корабли и даже хожу их, как сказать, делаю модели кораблей. Эта выставка – часть цикла «Мы – наследники Победы». В год российской истории участникам предложили вспомнить не только Великую Отечественную 41-го, 200-летию разгрома наполеоновской армии в цене иллюстрации Бородинского сражения и Швардинского редута. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана? Ведь ж были схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Отдельный акцент мы сделали как раз-таки на Бородинском сражении. Далее – воспоминания ветеранов и впечатления своих детей об Отечественной войне. Есть здесь и рисунки оружия современной России и вполне мирные иллюстрации. Они олицетворяют международное противостояние войнам и разрушениям. Всего в выставке своей работы представили 60 юных художников. Это учащиеся школы и творческих мастерских Ростова. Для того, чтобы ребенку нарисовать рисунок, ему надо окунуться в ту атмосферу. Ему надо, наверное, прочитать книгу, поговорить с учителями, поговорить с родителями, чтобы узнать, в какой форме нарисовать солдата, какая техника тогда была. И это, конечно же, несомненный плюс и польза для его знаний, для его патриотического воспитания. Каждый участник выставки получил грамоту и патриотический подарок – книгу, которая основана на дневниках генерала Геннадия Трошева. Правдивую историю о последней войне на Кавказе. Алина Николаева, Павел Вихрев, Южный регион. Инфо.